Всем привет! Подписчик канала Максим спрашивает, как эффективнее продвигать отдельные запросы? Ну, не совсем понятен вопрос, давайте попробую его оттрактовать и ответить на эту трактовку. По продвижению отдельных запросов имеется, наверное, в виду, что вы берете, допустим, 10 запросов и по ним продвигаете свой сайт, и такой подход, он, ну, изначально неэффективен, то есть как эффективнее продвигать только эти 10 запросов вне других запросов, вне других работ, ну, довольно, ну, задача, сама себе постановка задачи не очень эффективная и рабочая. Поэтому, ну, я бы рассказал, ну, давайте я расскажу, как продвигаются в том числе отдельные запросы, но обычно речь идет о высокочастотных запросах, и, ну, здесь вам понятнее будет, я думаю, что то, что вы имели в виду. Смотрите, допустим, вы хотите продвинуть 10 высокочастотных запросов на вашем сайте. Если вы просто заточите страницы вашего сайта под эти 10 запросов, ну, посмотрите, какие из них друг к другу совместимы, какие-то объедините на одну страницу, какие-то раскидайте по нескольким, то они, скорее всего, не продвинутся. То есть вы их закинули на страницы, посмотрели, их там нет, ваших страниц в топ-100, и на этом ваша история, ну, такой первый шаг закончится, и вам нужно будет думать дальше, что делать. Поэтому я рекомендую не идти этим путем, потому что это будет, ну, потеря времени, а сразу собрать более широкую семантику, в том числе запросы, которые будут включать эти высокочастотные. Ну, например, вы хотите продвинуться по запросу в холодильник, вы берете и накидываете в свое семантическое ядро, в список запросов, по которым вы будете продвигаться, запросы, включающие слово «холодильник». И вот этот список запросов большой, то есть кроме этих 10, еще там несколько тысяч запросов. Вы делаете их кластеризацию, то есть группируете их на такие блоки, и под каждый из этих блоков делаете на вашем сайте соответствующую страницу. Неплохо, если связанные по тематике друг с другом страницы будут друг с другом сильнее перелинкованы, чем с соседними группами, это то, что там принято называть силой, структурой. И оптимизируете у каждого из этих страниц и ссылки, и внутренняя оптимизация, и перелинковка, и текстовый анализ проводите, ну, то есть все-все-все стандартные работы. И смотрите, как у вас страницы начинают заходить в топы. То есть сначала появляется какая-то видимость, то есть какие-то показы вы видите в панели хоббастера, что та или иная страничка появилась или тот или иной запрос получил какие-то те или иные показы. И постепенно-постепенно эти страницы будут заходить в топы, и вы со временем увидите, как вот эти высокочастотные запросы появились у вас, то там в топ-100, потом там в топ-50, и как они постепенно-постепенно подбираются к топу. Не всегда все происходит так гладко. Часто бывает такое, что там вы полгода-год продвигаете сайт, а он, ну, в общем, по этим высокочастотным запросам так и никуда не продвинулся здесь. Важно анализировать глубже, то есть не просто проводить все стандартные работы, а посмотреть, ну, а можете ли вы вообще в эти топы зайти. То есть еще до того, как вы все начали. А вообще какие сайты там в топах? То есть если там монстры с миллионами позиций ассортимента, миллионами страниц и, ну, в общем, старые мощные сайты с большим брендовым трафиком, с большим, ну, в общем, крутые сайты, в общем. И ваш сайт, который вчера был создан, на котором ассортимент в сто раз меньше, чем у них, ну, скорее всего, вы по этим запросам вообще никогда не продвинетесь, и нет вообще смысла в них лезть. Но если вы эту стартовую проверку провели, и там более-менее такие же легковесные ребята, как вы, ну, или такой же весовой категории, то вы можете туда идти и просто собираете большее семантическое ядро, в том числе включающие эти запросы, и по нему продвигаете, продвигаете. Вот так продвигать отдельные запросы, но обычно говорится так про высокочастотные запросы. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях. Пока-пока. Пока-пока.